Встречайте первого участника нашего сегодняшнего шоу Лоботов Влад, город Тель-Авив, Израиль Здрасте! Здрасте, здрасте! Здрасте! Привет, Влад, как жизнь? Отлично! У вас капец как жарко! А у вас, кстати, сейчас жарко там? Нет, это у вас сейчас жарко там! Серьезно? У вас ужасная погода? Да прямо! С этой фразой у вас шансов выиграть все меньше и меньше! У вас отличная погода! Вот вы отличная! Я потею с удовольствием! Молодец! Слушайте, я просто на такси сюда ехал, и у вас таксисты очень интересные, они делятся на две категории. Либо это подпольные миллионеры, которые просто должны перекантоваться, либо люди, которые что-то готовят, что-то прям... И вот мне попался такой водитель, и он говорит, а ты куда едешь? Я говорю, ну, наверное, смеши комика. Говорит, мне нужны Зеленские. Я говорю, зачем? Он говорит, мы тут с ребятами партию создали, хотим революцию сделать. Партия таксистов Украины. ПТУ. А я ему говорю, хорошо говорю, а зачем вам Зеленский? Он говорит, мы хотим новые деньги выпускать. Говорит, Зеленского на миллионную купюру. А я говорю, а почему Зеленского? И он творится такой, а кого? Уникальные люди. Ладно, давайте шутить, наверное. Удачи вам. Итак, Влад, первая минута, ты с Филимином, вы все знаете. Поехали. Слушайте, я заметил, у вас тоже болезнь сейчас у детей. Все со спиннерами ходят. Это прям какая-то эпидемия. У меня тоже, у меня дети ходят по дому, крутят спиннеры. А по большому счету, что такое спиннер? Это просто подшипник, который после смерти попал в рай с дебилами. Ну вот. Вова, у тебя есть спиннер? У моей дочери есть. А у меня, у меня есть. Да. Ну что, поздравляю, ты в раю. Вот ты, да. Все, тысяча гривен вашего. Да, спасибо, спасибо. Спасибо. Слушайте, мне сказали, что я за прошлый эфир 68 раз сказал спасибо. Я думаю, надо что-то менять. Поэтому дякую. Да, наверное, так. Движемся дальше. А что делать? Да. Вторая минута, пять тысяч гривен. Поехали. И вы знаете, у меня сыну, у меня старшему сыну 15 лет, он ходит по дому с этим спиннером, постоянно крутит, крутит. И я подхожу, говорю, сын, в чем прикол? В чем? Зачем? Он говорит, он меня успокаивает. Я говорю, тебе 15 лет, твою мать, что тебя так бесит? Я говорю, меня в 15 лет волновало только одно, покажут в кино сиськи или нет. И у меня не было спиннера, но мне было, что крутить. Пять тысяч гривен выигрывает Влад за вторую минуту. Поздравляем вас. Спасибо, Игорь. Супер. Дальше идем? Спасибо. Мне хочется послушать. Дальше. Мне хочется рассказать. Не знаю, как вам. Я секунду, я расскажу эту тему. Я на такси ехал, у вас очень прикольная реклама по радио идет. Встретите День независимости Украины в самой безопасной стране Европы в Грузии. Серьезно? А я не понимаю, а в чем прикол? Есть такой... А в чем прикол? Это типа Украина говорит, это мой день рождения, я хочу сама встретиться. Как? Вот в чем? Замечательно. Все равно, что День независимости в Израиль встретить в Иордании. Спасибо. 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 Влад у вас очень хорошо выходит шутить. Даже не хочется вас останавливать. Время делает свое. Да. Третья минута? 10 тысяч гривен. Секунду, да. Видимо, третья минута. Да. Готовы? Да. Поехали. И я говорю, сыны, что тебя так бесит в 15 лет? Ну, там все понятно. Я говорю, вот сейчас что должно волновать детей? Школа. Сейчас 1 сентября, дети возвращаются в школу. Еще не было ни разу, чтобы вот 1 сентября мне не позвонил, кто-то из учителей не сказал, вы знаете, я звоню вам сообщить, что ваш сын мешал нам сегодня на уроке. Твою мать, он мне 3 месяца дома мешал, я хоть раз позвонил. И вы не подумайте, как бы я люблю учителей, у меня бабушка была учителем. Ее завещание начиналось со слов «дано». 10 тысяч гривен ваше, Влад. Спасибо. Спасибо. С чем мы вас и поздравляем? С чем я сам себя поздравляю. Хочется послушать, что же там в завещании было написано дальше? Это уже не для чужих ушей. Извиняюсь, конечно. Ничего, ничего. Просто интересно. Ничего, что я к тебе спину игрю? Ничего. Ладно, дальше, наверное. Четвертая минута? 20 тысяч гривен. Либо мы забираем деньги. Все-таки четвертая. Поехали. Так, шутим. Так, про что мы говорили? Да, я же рассказывал в прошлый раз, что у меня дети в Израиле хоккеем занимаются. А это прямо сейчас... Я, по-моему, первый еврей, который на хоккей деньги заработал. И меня сейчас все спрашивают, говорят, а что, правда, вот у вас в Израиле есть сборная? Мы не слышим, чтобы она брала какие-то чемпионаты, выигрывала, какие-то кубки привозила. Почему ты отдал детей на хоккей? А я говорю, ну вы же продолжайте отдавать детей на футбол. И так, тут что-то завалился. Да, а детям повезло, как бы, и я их отдал на хоккей, это такой мужественный вид спорта. Мне в детстве повезло меньше, меня отдали на танцы. Но как бы бальные танцы для лохов меня отдали на народные. То есть я жил в Белоруссии. И когда вокруг меня водили хороводы, это было похоже на композицию «Партизаны пытают грузинам». В принципе, у Вовы растянулась улыбка на лице. Так что я засчитываю эту улыбку. Ты же знаешь, со временем вещи растягиваются. Согласен. Да. А так как ты, Вова, самый мощный комик в Украине... Ты про вес мой сейчас. Ну поздравляем. Влад, спасибо. 20 тысяч гривен ваши. Давайте, как будете готовы, скажите. Да, давайте. А, можно просто вопрос для начала републики? У кого-то тут есть дети? Вообще, в целом, у кого-то есть дети? Похлопайте. Да? Это хорошо. А кто-то хотя бы рад жизни занимался сексом? А почему хлопают разные люди? Мы обла... Все разные люди занимались. Ладно, давайте, Игорь, поехали. Поехали. Пятая минута. Спасибо. Эй, дякую, дякую, правильно. Да, дякую. Да. Слушайте, мне 40 лет, и жизнь после 40 очень усложняется. И недавно просто занимались с женой сексом под металлику. И эта шутка напрягает, потому что это был запись живого концерта, а там постоянно хлопают. Слушайте, реально, такое ощущение, что у меня все так плохо, что меня поддерживает толпа. А еще больше напрягало, когда за стеной начали подпевать. А я до сих пор не понимаю, откуда тетя сейчас знает Unforgiven. И песни, они же длинные, там иногда по три минуты. Я не знаю, что три минуты делать. Но мы нашли выход. Мы сейчас занимаемся сексом под частушки. То есть можно и все успеть, и посмеяться в конце, и допеть даже. 50 тысяч гривен выигрывает Влад на пятой минуте. Дякую, чтобы быть оригинальным. Но уже сложнее пошло, я вам скажу. Чуть легкость вытеряете. Как и секс после 40. Чуть-чуть сложнее, да. Мне пока неведомо это. Я пришлю тебе фотографии и видео. Хотя бы фотографии, да. Ну просто как мы с одной сидим, вот с задумчивыми лицами. Что не так? Ну ладно, 50 тысяч гривен хорошие деньги. Или же 100 тысяч гривен лучшие деньги. Это в два раза лучшие деньги, да? Ну давайте попробуем. Есть у меня одна история. Давайте. Давайте. Давайте попробуем. Вспомните ее хорошенько. Она у меня в сердце выгромировала. Ну супер. Тогда шестая минута, 100 тысяч гривен на кону. Поехали. Да, спасибо. Недавно с детьми ходили в музей. И у нас был уникальный гид. У нас была экскурсия 6 часов. У гида была такая палка с цветным платком. Ну чтобы не потеряться. И вот 6 часов эта палка не опускалась. Я не знаю, может он виагру в локоть втирает. 6 часов он вот так проходил. В какой-то момент нам дали перерыв. Мы сидим, там кто-то курит, кто-то ест. Ко мне подбегает сын и на ухо говорит. Папа, я знаю, где какает гид. Ну дай же дослушать, ну. А можно дослушать? А этого мало? Нет, ну просто хотелось еще. Нет, дальше уже идет разгон про то, что я буду вашим гидом в мир тех, кому за 40. Понятно, поздравляем вас. 100 тысяч гривен, вы абсолютный победитель нашей программы. Спасибо. Рассмеши свежного, сделай, чтобы парень спеялся. Рассмеши свежного, и под столом валяться. Рассмеши свежного, пусть намочит колготки. Рассмеши свежного, но только не использующие горки. Второй раз на передаче, зрители просто отличные. Ребята, все хорошие. Все хорошо, все нравится. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова